Добрый день, уважаемые телезрители. Наверное, даже доброе утро. Утренняя программа второго соревновательного дня первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. А с вами комментаторы Степан Посельский и Александр Посельский. Доброе утро, Степан. Да, сегодня вечером у нас финалы, в котором участвует наш лидер сборной. 57 килограммов Лев Павлов. А в утренней программе вначале начнем с учащителей схваток, где будут представлены два якутских борца. А также, ну, затем начнется квалификация основной сетки второго дня. Это весовые категории 61 килограммов, 70, 79 и 92. В общем, не олимпийские весовые категории. В первый день мы узнали имена финалистов всех олимпийских категорий, да, шести весовых категорий. Это 57. Выйдут Лев Павлов и Магомед Халид из Дагестана. В общем-то, мы давайте возвращаемся на ковер. И первая схватка уже с участием якутского борца. Это утешительная схватка за выход в борьбу за бронзовую медаль. Данил Махначевский, синий угол и его ровесник из Чечни, Рахман Исламов. Вот эти борцы вчера накануне уступили Леву Павлову, да, финалисту. Ну, с одинаковым счетом, я бы сказал, 11-0. Ну, Данил Махначевский до этого у него была победа. Красивая победа. По-моему, даже на туше, да? Да, очень уверенно хорошую схватку провел Данил Махначевский. Ну, конечно, лидеру нашему он помешать не смог. Но посмотрим, как он себя проявит сегодня в борьбе против чеченского борца. Ну, пока счет равный, да? Довольно активно оба спортсмена работают. Не сказать, чтобы они слишком выжидательны. Ну, чтобы выйти на схватку за бронзовую медаль победителя этой пары, Махначевскому или Исламову, предстоит еще одна схватка. Их поджидает через несколько мгновений Юнус Евбатиров, которого тоже, кстати, победил на стадии 1-4 финала наш Лев Павлов. И лишь тогда вот победитель Юнуса Евбатирова или данной пары выходит на вчерашнего полуфиналиста, да? Да. Тулаева. Очень серьезный состав участников, 57 килограммов. Действительно, много именитых было спортсменов, несмотря на то, что молодые совсем еще ребята, да, и победители зоны Северокавказского федерального округа, да, чемпионы своих республик, конечно же, первенц мира и Европы тоже. Я добавлю, да, Юнус Евбатиров, да, которого вчера победил за счетом 6-0 Лев Павлов, является чемпионом Республики Тагаистан этого года среди взрослых. Представляете, по-моему, и победитель первенства СКФО. СКФО считается сильнейшим, да? Да, конечно, сильнейшая лига, можно сказать, да? Да. И является он чемпионом Юнус Евбатиров, которого, еще раз повторяю, Лев Павлов. Махначевский очень похвально, что он во время Activity Time, да, вот на 30 секунд, которые дали как раз Исламову на атаку, сумел провести атаку и заработал один балл. Сейчас он запишет на свой счет еще один. И 2-0 ведет Махначевский. Махначевский еще раз поможет Заковет 3-0. Или так 2, да. 2 балла, да? Или 1? 1, скорее всего, 1. 3-0 ведет Данил. О чем мы говорили, очень, на самом деле, в неплохой форме видно, да, парень находится. В общем, все ребята, мне кажется, неплохо подготовились. И в этом, конечно, заслуга от тренерского нашего штаба, да, Василий Неустроев, старший тренер нашей молодежной сборной. Ох, хорошо, как сейчас, да, подернул и душил Заковет 5-0. Пошел на накат. Ну и трибуны, конечно, помогают нашим спортсменам, надо сказать тоже слова благодарности тем, кто накануне практически, ну, сколько мы, 9 часов, да, проходили соревнования. Сегодня будет не меньше, может, даже больше часов 10, наверное, будет с открытием и так далее. Церемония открытия сегодня 18.00, тоже сможете увидеть и в прямом эфире, и, конечно, можете прийти в Центр спортивной подготовки. Лучше всего, да? Да, конечно, прикоснуться, скажем так, к истории. Еще раз напомним, что у нас 17 лет не было первенства России. Ну, 17 лет назад, Александр, наверняка помните, да? Да, я был свидетелем победы Виктора Лебедева, триумфального настоящего камбэка Николая Айнитова, который победил за 2 секунды Махмуда Магомедова. Вот это были, да, интересные схватки. Ну, и Лебедев базар сжался, повторяю, Виктор в своем силе на последних секундах вырвал победу. Тогда у нас было 6 медалей. Кстати, вот тот состав до 2006 года, это борцы, если не ошибаюсь, 88-е годов рождения. Из того состава было очень много титлованных борцов впоследствии. Тот же Белял Махов, который стал чемпионом, олимпийским чемпионом, да? Были и чемпионы мира, участники Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы. Да. Ну, и уверены, что из тех ребят, которые выиграют здесь, тоже появятся обязательно звезды. И вы станете свидетелем исторических, скажем так, моментов, да, когда первые свои большие победы. Данил тренируется под руководством Ивана Николаевича Сивцева. Тоже нашего заслуженного тренера, Аксакала. И еще два балла, да? Да. Уже 4-5. Вот они, в общем-то, застаивает. Да, немного сдал чуть-чуть свои позиции. Ушел на сохранение баллов. И как следствие, да? Как обычно, скажем так, да, вот когда борцы начинают защищать свои баллы, кто-то уходит в защиту, то вот мало когда это приходит, переводит к каким-то успеху, да. Уже был отрыв 5 баллов, уже только один остался. И полторы минуты еще бороться и отдали инициативу Исламову. Сейчас надо возвращать инициативу, и захватывать, в общем-то, лидерство, возвращать какие-то баллы. Работал очень уверенно в первом периоде. А сейчас вот опять защита уходит. Понятно, что ребята много и без гоняют, да? Каждый день с утра взвешивание проходит, поэтому у нас соревнования с 11. Начинаются они в 9 утра, да? Некоторые спрашивают, почему рано не начали, но потому что, ребята, надо восстановиться после взвешивания. Да, ну 2 часа дает, в общем-то, да? Так, ну, Данила услышала наши... Ну, скорее всего, тренер подсказал, что нельзя отдавать инициативу, надо атаковать. Вот сейчас, к примеру, очень время убивает, и 40 секунд остается. Здесь было бы хорошо, конечно, бабало взять, тогда уже можно было бы говорить о близком успехе, но пока все очень близко. Ну, подустал тоже Исламов, видно, очень много сил отдал, конечно, во втором периоде. И атаковал беспрестанно, да? Ну, а Махначевский должен быть чуть посвежее. Смотрит он на табло. Да, нельзя сейчас убегать, надо. Ну, выдержал, да, выдержал, отдал много сил. Ну, и желаем скорейшего восстановления Данилу Махначевскому, и ему еще скоро-скоро, ну, примерно через час, наверное, предстоит схватка с Синусом Айвбатировым, чемпионом Дагестана среди взрослых. Ну, и интересный нас сейчас тоже поединок ждет. Пока смотрим яркие моменты поединка. Да, это второй период. Да, вчера борцы определяли финалистов в шести весовых категориях, сегодня в четырех, да, Степан? Да, сегодня в четырех весовых категориях. Ну, у нас сегодня, вот, как вы видите, утешительные поединки во всех весовых категориях, которые проходили вчера, да, ну, и финалы сегодня нас тоже ждут. Так что схваток сегодня тоже будет предостаточно. Ислам Моллай в красном трико «Антамансийский автономный округ» и в синем трико «Борец Лист-ТВ» Аяндай-Ондар Аян. Аяндай-Ондар вчера, кстати, боролся с финалистом, да. С Халидом Магомедовым. А в самом начале схватки тувинский борец прошел в ноги, забежал за спину и бросил прогиба на пять баллов. Да, это был, наверное, самый эффектный, может быть, бросок, да, первого дня. Очень красивый. Ну, прогиб, да? Да, прогиб. Тувинский сбил с отсчетом 7-0, потом отдал инициативу и в итоге проиграл 9-20. 29 баллов в общей сложности. Ну, парень такой, да, бросковый. Много, конечно, не хватает ему и тактическое, может быть, да, каких-то умений, опыта, видно, не хватает. Но парень очень такой техничный, бросковый, чувствительный, ну, талантливый, да, можно сказать. Видите, да, сразу работает. Он по-другому бороться, он не умеет. Он должен только вот, он не будет застаиваться. Да, вот вчера, кстати, разговаривал с нашим олимпийцем Александром Ивановым. Он подчеркивал, что в этом возрасте не надо много думать, выигрыш ли соперник или следующая схватка, на кого выйдешь. Много мыслей не надо говорил. Главное выйти бороться, бороться и бороться. Ничего лишнего не думать. Да, кстати, когда была встреча, да, с Леонидом Николаевичем Спиридоновым, с министром спорта, да, с командой. На путстве, да? Да, на путстве. Он тоже говорил о том, что не надо думать о результате, надо думать о том, что ты вышел, выполнять свою работу, в общем-то, да. Не надо сильно перегружать себя, надо, в общем-то, выходить с настроем на то, чтобы показать все, на что ты способен, да, работать, работать. И это, конечно, действительно дает свои плоды, когда борец выходит и начинает, в общем-то, показывать все наработки, которые он, ну, за время своих тренировок наработал. Три-два в пользу Андара, пока счет. Так, говоря о финалистах сегодняшнего дня, ну, у команды Сахар-Якутия один финалист, это Лев Павлов. У команды Дагестана пять финалистов, оказывается, если посчитать. Также один одного финалиста имеет команда Чечни. Два финалиста у Ингушетии, а также у Кабардино-Балкарии. Такой. Также у Красноярска есть, да, Антон Сучков, который, ну, вчера боролся вообще классно. Да, вот такая география финалистов. Ну, есть, да, Москва, Московская область, но, по сути, да, Дагестанской школы. И Ингушетии, да, один. Ханеев, по-моему, да? Да. Ханеев, да. Вчера, кстати, вот, разговаривал по окончании соревнований с Аддусаламом Гадисовым, старшим тренером сборной. Да, он отмечал категорию до 125 килограммов Ахмеда Шугаибова. Ну, того, почерпнул, что появляется у команды России хороший тяж, мощный, неуступчивый, с характером. Да, ну, это та работа, которую должны сейчас тренеры проводить. Все говорят о том, что 125 килограммов уже достаточно давно, да, проблемный вес в сборной России. И среди взрослых, и среди юниоров, поэтому... А на вопрос Аддусаламу Гадисову о качестве борьбы, вообще уровня, который показывает юниору на ковре Якутской ООН, сказал, что, ну, были схватки зрелищные, яркие, ну, красивые схватки, да. Но сравнивать уровень, сказал, достаточно сложно, потому что сейчас, ну, нету международных стартов, поэтому сравнивать, допустим, с тем же Ираном или с зайденными штатами Америки, главными соперниками сборной России, очень сложно, сказал. Ну, да, ребята должны тоже обкататься, да, вот, и на международной арене, тогда уже действительно такой настоящий уровень и будет, наверное, извести. А причем вот Аддусалам в Кадисово назвал именно 200 раз США и Иран, потому что он сам с ними соперничал, да, в свои годы выступлений много. Хорошо работает Андар, очень убедительно пока и красиво, да, 4 балла заработал в этой атаке и даже 6. Разрыв уже должен быть достаточно серьезный, 7, по-моему, баллов, да, 9-2, 9-2. Говоря о противостоянии, да, сегодняшней, в этой категории, 57 килограммов Льва Павлова и Халида Магомедова, ну, мне специалисты Борью подсказали, что борцы встречались, ну, года 3 назад, и тогда победу одержал Халид Магомедов. В том соревновании Лев Павлов занял третье место, а Магомедов первое. И, кстати, вот Халид Магомедов, у него была травма, ну, весной, да, когда первенство СКФО, и он не смог отобраться на, вот, наше первенство в Якутске, поэтому приехал за свой счет, за свой счет приехал, отдельно от команды, можно сказать, и выстрелил. Вышел в финал, да? Да, вышел в финал, такое тоже бывает. Ну, и Абдусалам Годицев отметил, что, ну, главной сюрпризой для него стал именно выход в финал. Магомедова. Да, Абдусалам Годицева. Блестящую подготовку показал, да, того же Мехтиханова, он выиграл со счетом 10-0 в полуфинале, убедительнейшая победа, ну, так что финал будет очень серьезный. Ну, и, правда сказать, и Лев Павлов показал себя хорошую готовность, только два балла отдал, по-моему, да? Да, и то, там на накрывание попался, это было не такое, не атака соперника, да? Ну, и, в общем, ну, не хочется слишком много таких слов. Конечно. Ну, в любом случае, надо отметить такую хорошую защиту, да, Льва Павлова. Вчера были моменты, когда соперник вот-вот забежит за спину, там, заработает балл, но наш борец каким-то образом... Да, умудрялся не просто защититься, а еще, да, зарабатывал уже. Зарабатывается. Сам балл, так что это уже такой почерк достаточно зрелого борца, да? Ну, не будем, конечно, загадывать. Опять же, скажем, соперник у нас будет серьезнейший. Ну, Магомедов уже давно в сборной команде России. 2-11 в пользу борца из ТВ. Выходит он в следующую стадию схватки и встретится с нашим Николаем Захаровым, я так понимаю, да? Николаем Захаровым предстоит очень интересный поединок. Да, оба борца такие бросковые, ребята, да? И Николай Захаров... Вчера, кстати, вот Николай мне очень понравился. Да, мне тоже, вот, именно Николай Захаров своей тоже такой борьбой интересной, да? Бросками, вот сюда. Две схватки он выиграл, ну, в четвертьфинале уступил Магомедову, да, с учетом 1-5, по-моему. Ну, в принципе, такая... Не сказать, что, примем, что Магомедова был таким большим. Нет, неплохо себя показал. И другие специалисты тоже отмечали, что Николай Захаров, в общем, неплохо себя показал. Так, следующая схватка. Борец из Иркутска Алексей Евдокимов и его соперник из Карачаевой Черкесской Республики Анвар Чагаров. Это категория 86 килограммов. Это следующая весовая категория. На трех коврах у нас параллельно ведутся схватки. У нас начнутся скоро и другие весовые категории, в том числе 70 килограммов будем следить. Наши ребята тоже будут участвовать сегодня. Ну, и 61, конечно, тоже у нас большое внимание будет. Много наших ребят будет выступать в этом весе, да? Тот же Артем Слепцов. Да, наш лидер тоже команды сборной. Владимир Баяновский сегодня будет бороться. И Роман Николаев, да? Да. Те ребята, которые себя показали хорошо на турнире Романа Михайловича и Дмитриева. Ну, и хочется все-таки, да, чтобы на первенстве открывались новые имена, появлялись, да? Да, у нас 42 борца представляют республику Саха-Якутия. 36, а такой основной состав, да, который все отобрались. 6 ребята имеют путевки, а 6 еще с разрешения Федерации спортивной борьбы. Как хозяева, 6 борцов заявили еще. Ну, для них это, конечно, опыт, прежде всего, опыт. На такой арене выступать, это уже большая честь, да, наверное, при таких трибунах. Для любого молодого спортсмена это большой. Большой 1 балл у Чагарова. 0-1 ведет. Сейчас, да, параллельно на трех коврах проходят утешительные схватки. Кстати, арбитр на ковре. Вячеслав Кривошапкин, наш, да, один из таких молодых, но опытных и ведущих судей. Вячеслав Кривошапкин работает, да, тренером-переподавателем в столичной ДЮС США номер 3 имени Валерия Петровича Керемясова. Много наших судей, да, работают на первенстве, получают опыта, набираются квалификации, повышают. Да, первый период у нас завершается со счетом 0-1 в пользу борца. Смотрим, да, как набирал баллы Ануара Чагаров. Проход Чагарова два балла взял и переворот. Кстати, да, сегодня в категории 70 килограммов в первой паре состоится интересное же противостояние. Магомед Байтукаев, да, чемпион мира среди юношей, победитель первенства России, встретится в первом круге с бурятским борцом Ишинемаевым, который, который становился, да, Томиром Ишинемаевым, который становился чемпионом турнира Романа Дмитриева. В финале выиграл тогда бурятский борец иранского соперника из Ирана Али Резаи. Бросил он тогда на 5 баллов. Наверное, тоже, да, можно сказать, был бросок турнира, лучший бросок. Ну, стоит обратить внимание также на категории 61 килограммов, где выступает Амагомед Амин Бекбулатов. Это младший братишка Ильяса Бекбулатова. Именитого спортсмена, да, чемпиона. Еще можно отметить этого, да, Фадзаева. Марата Фадзаева, это племянник двукратного олимпийского чемпиона Арсена Фадзаева. Да, двукратный чемпион мира, Европы. Да, он выступает в категории 70 килограммов, тоже стоит обратить внимание. И он в первой скварте с нашим Кириллом Мордовским встретится. А далее уже там, если что, Владимир Бояновский тоже рядом по турнирной таблице, недалеко. В общем-то, мы наверняка увидим эту схватку с участием племянника легендарного борца. Ну, здесь, в общем-то, все ясно и понятно, наверное, минута остается. Вот так, конечно, не принято, но, в общем, уровень борьбы пока повыше, кажется, у Чагарова, да, пока не дает ни одного такого, не возникает ни одного опасного момента с участием Евдокимова. Контролирует сладку Чагаров. Центральные трибуны у нас уже практически заполняются. Думаю, что на открытии и финалах арена у нас будет практически полной. Сегодня выходной день, так что я не смогу уделить время. Поддержать ребят, тем более, что у нас есть финалист. Надо трибу нам сегодня стать такой силой, которая сможет помочь выиграть золотую медаль, о чем мы, конечно, все думаем. Мы мечтаем, да? Думаем, конечно, конечно. Еще раз напоминаем, что параллельно, да, ну, с нашим оперативством проходит чемпионат Азии по вольной борьбе среди мужчин. Ну, немножко можно ознакомить, да, с результатами. В категории вчера 61 килограммов чемпионом стал Тайербек Жумашбек из Кыргызстана. Он победил китайского соперника. Еще 74 килограммов казахский борец Адархан Эсангали. По-моему, мы этого борца видели, да, у нас? Да, стал чемпионом Адархан Эсангали, да. Победил он японца Кирина Киношито в категории 86 килограммов. Азамат Адаулет Абеков. Тоже Казахстан. Тоже Казахстан, да, но неплохо очень боролись борцы из Казахстана. Я даже больше скажу, по-моему, они как раз в командный итог и выиграли борцы из Казахстана. Япония выиграла золото в категории 92 килограммов. У монголов на категории тяжей 125 килограммов, тоже чемпион. Монхтур Алхагерел победил он и Юсупа Батурмурзаева. Никого-нибудь сильного соперника. Следующая пара у нас на ковре также утешительная схватка весовой категории до 86 килограммов. Дагестанец Юсуп Шаипов в красном трико. Его соперник тоже из этой Кавказской республики. Рамазан Гаджи Мурадов. Два борца из Дагестана. Да, но команда Дагестана вторая по численности состава на этом турнире. Более 30 спортсменов. 36 или 37 борцов они привезли. Ну и через одну и три, да, схватки, получается, через четыре в общем схватки у нас наши ребята выйдут на вторые утешительные встречи. И Данил Махначевский, и Николай Захаров. На этом ковре. Но мы будем следить и за другими сейчас коврами, как проходить поединки. Начинаются и квалификационные соревнования в других лесах. Скоро начнется и в 70 килограмм, да, схватки? Да. Кстати, вот Роман Николаев тоже совсем скоро должен выйти. Я так понимаю. Да, да, на коврец. Через пару, наверное, схваток выйдет. Сейчас кто там борется, посмотрим, да? Через две. Мы перейдем потом, да? А, ну, чуть попозже, да? Сейчас уже можно перейти после этой схватки. После этой схватки. Потому что на ковер С выйдет, да, тоже наш... Ну, на борец, на которого мы возлагаем определенные надежды. Это Роман Николаев. Так, этот борец стал одним из открытий, наверное, да, можно так сказать, турнира Романа Николаевича Дмитриева в марте, который проходил тоже здесь, в Якутске. Тогда он смог выйти в финал. Он был действительно достаточно убедительный в предварительных всех схватках. Конечно, в финале он встретился с лидером сборной Ирана, да? Так что там, ну, опыта не хватает, не хватает, конечно. Только вот начинает на больших турнирах выступать Роман Николаев. Но задатки у него хорошие. И посмотрим, как он себя покажет сегодня на ковре. Вот мне сейчас уже хочется уже посмотреть эту схватку. Его соперником будет борец из ТВ. Чимит Бужугет. Досмотрим вот эту утешительную схватку в 86 килограммов. Второй период начинается. 2-1 в пользу. Шаипова. Да, ну не самая зрелищная такая схватка, да? Ну да, конечно, из одной команды, из одного региона. В одном зале, может быть, да, сренируется. Но, по крайней мере, на сборах точно. 3-1 в пользу Шаипова. Ну, знаю, что у нас очень много экспертов в Якутии точно, которые отлично знают. И все детские турниры, да, все молодых борцов тоже знают. Чуть ли там не до седьмого колена. Отцов, братьев. Всех прекрасно знают. Тем более, что вот на Кавказе традиционно очень принято, что если... Ну, одним борцом обычно не ограничиваются в семье, да? Да, если брат, то и младший брат тоже будет бороться. И отец, может быть, боролся. В общем, такого много. Таких ситуаций очень много бывает. О чем мы сегодня и говорили. И Дрих Булатов будет. Магомед Дамин. Будет очень интересно посмотреть. Наверное, один из самых зрелищных борцов своего поколения, наверное. Наверное, я не ошибусь, если скажу так, как его брат младший себя показал. Но Шаипов очень уверенно сейчас выигрывает эту схватку. 9. Даже 11. 1. И... Наверное, арбитра уже, да. Пора останавливать. Ну, а мы перейдем на Каверце. Да. Где? Юсуп Шаипов одерживает победу. После его товарища по команде. Смотрим, как набирал баллы победные Шаипов. В департаменте, как на Каверце. В департаменте, как на Каверце. В предприятии. Пор藺. На Каверце. На Каверце. В департаменте. Мы ушли. В департаменте. Продолжение следует... Прекрасное оформление спортивной арены, центра спортивной подготовки «Триумф», большие экраны, много ярких баннеров. Все это, да. И в таком именно молодежном стиле, да, у вас оформлена арена. Молодежное первенство, очень яркое, нарядное оформление. Такое ощущение, атмосфера праздника возникает сразу же, как входишь в арену, и такое даже волнение возникает. А мы вот перешли на коверце, 79 килограммов в стадии квалификации. Схватка подходит к концу, ведет борец в синем трико. Счет мы видим 5-12. Мариус редко, редко. Да, из Москвы парень. Его соперник из Кемерово, Семик Челенгарян. Выигрывает первую схватку Мариус редко. Ну, а мы ждем на ковре Романа Николаева против Чемита Куджугетта. Роман Николаев из Вилюйского, да? Да, из Вилюйского. Луса. Тоже, насколько я знаю, из борцовской семьи парень. Да, отец его тоже боролся. И тренирует, насколько я знаю. И в Хамсагае тоже боролся, да. В общем, тоже с традициями парень. И со школой хороший. Это очень много решает, когда совсем с юного возраста, да, ребята начинают бороться. Это всегда, ну, школа, это всегда такой фундамент, на котором можно построить. Вот он перед вами. Мощный парень, да? Да. Хорошие габариты. Неплохая антропометрия. Да, и его соперник из ТВ Чемит Куджугет. Это стадия квалификации. За выход в одну восьмую, да, финал, получается. Или, да. Более 300 у нас участников на первенстве. 43 региона. Такая география очень широкая. В этом вы могли убедиться накануне. Очень много действительно борцов. И со всех уголков страны, да. Начиная от Калининграда, Крыма, до Хабаровска, Якутии, конечно. Очень активно начал Роман. Похвально. Похвально. Да. Хорошо. Контролирует хорошо. Это два балла. Два балла. Немного плохо. Начало. 2-0. Именно и трепо. От Айрон Коллекшн. Магазина, да. Брэнда. Проход в ноги Николаев. Да, ну и блок снимают, да, отдельно. Это тоже очень интересно всегда. Да, на ютубе можете посмотреть. Еще два балла. В опасном положении держит. По два балла. Уже 6-0 ведет Роман. И да, это похоже на чистую победу. Еще два балла зарабатывает Роман Николаев. Спокойно. И переворачивает. Еще раз. 10-0. Красивая победа. Первая схватка от Романа Николаева. Чего, в общем-то, мы и ждали, конечно, Романа. Ждем в следующем круге. Настроение хорошее, боевое. Поблагодарил соперника. Поблагодарил тренера. Хорошее выступление. Хорошей форме, неплохой форме. Роман Николаев. Ну, не будем, да, слишком. Да, конечно. Ну, конечно, здесь. Возможно, соперник позволил. Посмотрим. А пожелаем удачи ему в одной восьмой пеналу Роману. Да, резвый старт. Итак, у нас второй поединок. Также в этой весовой категории Амаль Керейтов, Корчаево-Черкесская республика, и борец из Калининграда, еще один, и Арсен Балаян, в синем Трико. Также весовая категория до 79 килограммов в стадии квалификации. Ну, мы ждем также начало схваток, продолжение, вернее, да, утешительных схваток 57 килограммов и, конечно же, 70 и 61 килограмм первых поединков с участием наших борцов. Будем следить за ходом соревнований. Посмотрим. Итак, Роман Николаев, да, в одной восьмой финале выходит еще на одного борца из республики ТВА, Бады. Так что, посмотрим. Да, бояр Асайхан Бады станет соперником Романа Николаева в следующем круге соревнований. Еще один борец из ТВ, да? Да. Как ты сказал. Это уже стадия одной восьмой финала будет, да? Да. Следующая схватка. Ну, у нас ждут еще очень много интересных поединков и с участием, конечно, наших борцов, чего мы ожидаем. И 57 и 61, как мы сказали, у нас есть на кого посмотреть, за кого поболеть. у нас есть на силу до экспертания, до boots, доsmith кг, но есть тadem а сейчас, но Здесь у нас пока не очень активная борьба. 0-1. Балаян ведет. Спортсмен из Калининграда. Накануне мы тоже отмечали, что в самом западном регионе тоже страны пропагандируют и культивируют наш вид спорта, вольную борьбу. Да, сейчас совсем скоро. В категории до 70 килограммов это утешительная схватка. Есть у нас еще... Нет, это квалификация. Да, извиняюсь, это квалификация. Петр Ксенофонтов против Авдул Малика Закаева из Волгограда. Да, первые схватки в весовой категории до 70 килограммов пройдут. Вот, кстати, на футболке секунданта Андрей Шумилин Кап написано, да, надпись. Ну, это, да, кубок Андрея Шумилина тоже ежегодный всероссийский турнир, да, который собирает тоже много регионов, в том числе и в нашей республике борцы участвуют каждый год. Хороший сейчас прием показывает на 4 балла Балаян и ведет уже 0-5. Субтитры создавал DimaTorzok Да, потихоньку зрители собираются. Все больше и больше, да, на трибунах? Несмотря на то, что это всего лишь начало дня. Да, финалы, наверное, надо будет вам подойти чуть пораньше, чтобы занять хорошие места. Да, именно. В 6 часов у нас финал, так что посоветую чуть пораньше подойти. Посмотрите схватки, там уже будут полуфиналы, часанка до 5-4. Да, я уверен, что и открытие будет очень красочным. Да. На открытии примет участие глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Сегодня прилетел в Якутск. Нет, еще нет, 12-20. Да, 12-20. Насколько я знаю. Президент Федерации спортивной борьбы России. Мехниев Магирозевич Мамиашвили. Олимпийский чемпион. Да. Ну и много, конечно, будет и спортсменов, да, наших именитых. Олимпийцы. Накануне все, по-моему, схватки смотрели, да, Павел Павлович? Вообще, по-моему, не уходил с арены. Не отходил. Итак, после на ковер Б уже приглашены борцы весовой категории до 70 килограммов. Да. В красном трико выйдет наш Борис, да, Петр Синафонтов. Против Абдул Малика Закаева. Из Волгограда. Ну, здесь выиграл парень в синем трико. Арсен Балаян. Калининград. Чем мы его и поздравляем. Проходит он в следующую стадию. Весовая категория до 79 килограммов. А это весовая категория до 70 килограммов. Петр Синафонтов. Абдул Малик Закаев. Петр Синафонтов. Ну, начали пока неплохо наши борцы, да. В утешительных схватках. И Роман Николаев. Ну, и пусть. Да, хорошо. Увернулся. Ускользнулся. Вот. Захвата ноги. Да, ну, пока непонятно, кто активен, да. Судя по тому, кто стоит в центре ковра, можно предположить, что первое предупреждение будет Закаево. Устное предупреждение. Ну, в центре ковра действительно Петр Синафонтов, поэтому сейчас, по истечению еще какого-то времени, наверное, будет уже 30 секунд засчитывать. Да, вот показывает боковой арбитр, что надо 30 секунд засчитывать Закаево. Время пошло. Секундирует старший тренер, да, Василий? Да, Устроев. Старший тренер нашей сборной команды. Один балл. Один ноль в пользу Петра. Так, отсюда что можно сделать? Да. Скорее всего, стоп будет, да. 45 секунд до окончания первого периода. Хорошо, пятки. Да, пятку прошел. И надо подниматься Петру. Не попасться бы на обратный, да. Захват обратного берет, но накрывается. Петру дали два балла. Три ноль. Как красиво сейчас он вернулся Закаев. Один три. Три один, вернее. Да, ну... Когда наши начинают, да, атаки. Они же всегда выиграют баллы, а когда они начинают вот пятить и назад, а вставать в защиту, то вы считаете, что схватка. Кирилл Николаевич, кажется, да, в углу. Да. Кирилл Николаевич Захаров. Черопчинская школа вольной борьбы. Секундирует воспитаннику. Ну, до трех тренеров, может быть, да, в углу спортсмена. Да. Ну, пока неплохо. Три один счет, но... Две атаки были проведены Закаевым, хотя один из них завершился в пользу нашего. Одна из этих атак, да. Проход за спину. И надо брать два балла отсюда. Поднимается. Хорошо. Нет. Ух ты! Вот как увернулся Закаев. Да. Вот эта завязка была сейчас интересная. Был близок, да, к тому, чтобы взять два балла. Очень. Еще. Начал очень хорошо. Кстати, да, вот в углу Кирилл Николаевич и его сын Николай сидят. Тоже его молодой тренер. Так, здесь, наверное, балл даст все-таки, да? Да. Потому что, да, вышли. Стойки. Да, тяжело дышит Закаев. Да, ну, арбитру надо здесь активнее работать, наверное, да? Показывает, что медик нужен, что ли? Да, но восстанавливает силы, мне кажется, все-таки. Нет, нашего. А, это кровит нос, да? Да, мы приносим извинения сопернику нашего борца. Это помощь, оказывается, требуется. Петру Ксенофонтову. А, да. Из носа или там рассещение, я не понял. Да, вот, бровь тоже совсем такая небольшая царапина, как мне кажется, да? Ну, и нос. Снова в пятку проходит Петр Ксенофонтов. Счет равный. Практически 3-2. Да, ну, вот такой проход, как бы, без продолжения, это чревато опасностью, да? Можно попасться на такой прием. Хотя, хотя Петр Ксенофонтов сейчас, да. Да, два балла взял все-таки. Два балла взял, молодец. И можно с Крестом заплатить сейчас поработать. Да, с Крестом заплатить, неплохо отдержит. Так, и получилось. А, пошел, да. Все, все, все. Да. Петр Ксенофонтов, болевой прием почти, да? Видно по гримасе Закаева. Да, вот у Петра. Ага, здесь. Моза кровь бежит. Ну, это такой болезненный, конечно, прием. Да. И помощь требуется обоим борцам. И Петр направил доктора сопернику. Видимо, говорит, что... Помощь нужнее, да? Именно медицинская. Здесь просто вытереть надо лицо. Плату в нос и бой, да? 11-2. Пока еще не победа. Победа. За поляну, да? Болезненные ощущения, видимо, да? Замораживает. Травму. Ну, счет 11-11-2. Напоминаем. Да, вот здесь на повторе очень ясно видно, что уже дальше не смог сопротивляться, да? И Петр Ксенафонтов сейчас подошел к сопернику, разговаривает, да? Поддерживает, можно сказать, что очень весьма похвально. Да, и все. Остановка складки. Петр Ксенафонтов одерживает, да? Очень яркую победу. Поздравляем Петра. Да, и Петр сейчас, да, подбежал к сопернику. Помогаете ему уйти с ковра. Вот аплодисменты болельщиков и трибун. Пожелаем здоровья, конечно. Такаеву, да? Ага, нашему борцу Петру. Ага, успешно в схватах. Так, ну постепенно мы, наверное, перейдем на ковер А. А где скоро, совсем скоро, будут бороться, да, наши ребята. Данил Махначевский и Юнус Явбатиров. Так, это Магомед Эми Исаков, Москва и Салават Умалатов. Город Воронеж, категория 79 килограммов. Именно после этой схватки, да. Да, после этой схватки уже, да, наш Данил Махначевский выйдет, а потом уже Николай Захаров сразу же после следующей схватки. Так что будем следить. Последняя минута стадии квалификации. Это борьба веса, категория, до 79 килограммов сейчас проходит. Ну а потом 57 за выход в малый финал обе схватки. Да, да, да. Это очень такой тоже ответственный момент. Увидим ли мы кого-нибудь вечером в финальных поединках. 57 килограммов. 9-2 в пользу Исакова. 20 секунд остается. 10 секунд остается. Итак, начинается вторая схватка в утешительной программе. На ковер вызывается Данил Махначевский, Республика Сахар-Якутия. И его соперник из Дагестана Юнус Евбатиров. Победитель схватки будет встречаться... ...с схватки за бронзовую медаль. С Мехтихановым, да? Нет, а с Тулаевым. С Тулаевым. С Джавраилом Тулаевым. И с Чечени. Вот он, Данил Махначевский. А это Юнус Евбатиров, чемпион Дагестана нынешнего года среди взрослых. И победитель первенства Северокавказского федерального округа, да? До 21 года. До 3 лет. Да, до 23 лет. А так, что такое? Уже с опытом борьбы против... Ну, они все мужчины, но среди взрослых, скажем, да? Да, но это молодежный уровень пока. До 21 года. То есть участвуют все в группу. Хотел сейчас Данил... Лампочку, да, закрутить мне получилось. Ну, а решители Махначевский и настрой такой боевой. Лев Павлов вчера победил Юнуса Евбатирова. Очень уверенно. 6-0. Да, первое устное предупреждение было Махначевскому. Совсем скоро наверняка будет цвисток и предупреждение, пока он первым номером Евбатиров в центре Каврау прессингует. Ну, наш парень тоже не застаивает. Да, головой встречается все время. Встречает. 30 секунд. Activity time. Попытка прохода в ноги от Юнуса. На полторы минуты уже прошло сначала поединка. И, видимо, сейчас 1-0, да, и в пользу Евбатирова. 1-0. Бал отдали дагестанцу. И сейчас последняя минута первого периода. Такая вязкая борьба идет. Да, да. Ну, помощнее Евбатиров, да, видно, что действительно уже... И, что называется, по мужикам уже боролся, да? Парень такой мощный и достаточно. Сложно пока Махначевскому свои козыри какие-то продемонстрировать. Ну, не вышел за ковер главное Махначевский. Защитился хорошо. И в центр Кавра возвращаются борцы. 25 секунд. До него надо ловить на контрдвижениях каких-то, да? Ну, пока вот... Очень опасно сейчас. Отдается инициативу. Все время идет вперед. Вот-вот-вот. Квартира. Продернуть как-то, да? Выйти за спину этого захвата. Вот он все время вот контролирует, да? Левую руку забирает. 1-0 пока. Можно сказать, выстоял, да? Выстоял. А Данил? Ну, равная схватка, не скажу, что там большим преимуществом владеет Евбатиров. Но, конечно, он ведет и по существу, в общем-то, ведет. Но, я думаю, что какой-то момент у Данила Махначевского все равно будет. 6 минут борьбы, это тоже непросто. В какой-то момент можно и потерять концентрацию, да? Чуть-чуть расслабиться и так далее. В общем, надо свой шанс искать. Второй вперед. Вперед, вперед! Ну, кстати, секундировал и Мехтиханов, да? В углу Евбатирова. Пытается за ковер вытолкнуть Евбатиров. Данил, хорошо. Защищается. Да, вот здесь надо поймать, а на контрдвижениях постоянно убегать все-таки не получится. И можно получить даже еще второе предупреждение. Раз, попытка тоже, да, продернуть и... Да, и как следствие, нашему спортсмену за пассивную борьбу еще 30 секунд. В общем, ничего такого страшного в этом, конечно, нет. Один балл. Но за третье предупреждение могут просто даже поражение, да? А в случае, если будет сейчас 2, сможет заработать наш борец, то для него это будет очень хороший шанс. 2-0, 0-2, вернее, да, в пользу Евбатирова. Ну, надо постараться сейчас выложиться. Услышал меня скорее Евбатирова. Да. И 0-4. Борец из Дагестана. Победитель первенства АСКФО. Чемпион Дагестана. Опыт, конечно, для Махначевского хороший. На чемпионат Дагестана, конечно, вот ведущие лидеры, тот же Зауру Гуев, Муслим, Ахтиханов, они участие не принимали в основном, да, а вот. Те, кто в сборной, да, уже стороны. Ну, в любом случае, это чемпион Дагестана, это... Да, в любом случае, там конкуренция высокая. Высочайшая, я вам сказал. Конкуренция между школами, между районами, да, наверное, своя есть история. 40 секунд остается. Боросок! Насколько... 4 балла есть, и 5-4, и вот он. О чем мы говорили, свой шанс, он обязательно должен быть у Данила Махначевского. Продергивает 5. Я отдал пятку, к сожалению, сейчас невероятно трудно. Надо выдержать, выдержать, выдержать. Да, руку нельзя отпускать. Никаким образом. И... Стойка, да. Остается 11 секунд. Давай, Данил. Надо выстоять, вытерпеть. Не шагу назад. Смотрит на табло. Даже один балл не спасет. Яблокировал. Да, и поздравляем от Данила Махначевского. Вот это схватка. Да. Очень грамотно, да, провел схватку, о чем мы говорили, да. Не дал много баллов, защитился хорошо и в свой момент все-таки поймал. Ну, когда против тебя борец, ну, может быть, на данный момент сильнее, да, ты должен тактически грамотно выстроить поединок так, чтобы твой козырь был сильнее козыря карты твоего соперника. И это получилось. Да, красавчик Данил Махначевский. По-другому не скажешь, красавчик, молодец. Ну, сейчас посмотрим, конечно же, в повторе вот этот победный бросок. Мне кажется, да, Юнусе Матеров шокирован. Да. Ну, этот бросок он несколько раз, по-моему, удавался на противнике. Да, вчера. Да. То-то, да, то-то борьба. Были такие моменты, да, оказалось, когда счет стал 0-4. Да, представляете себе, какая сейчас здесь атмосфера на нашей арене. Вот он. Как взрываются, да, трибуны. Вот такой бросок взрывут. На кочергу отлично взял. Все чисто. Красивейший бросок. Да, ну вот Юнусе Матеров все время шел вперед, да, ложил руку на плечи, что давал повод, да, на такую контр-бросок. Ну, он ждал, наверняка ждал, да, и вовремя сделал этот бросок. Еще одна схватка за выход в бронзовый финал. Айандай Андар из ТВ и Николай Захаров, Республика Саха-Якутия. Вот Андар тоже очень бросковый парень. Мы видели его схватку на утренней нашей программе. Один балл, да, зарабатывает Андар. Да, ну, в начале периода всегда, вот, мне показалось, да, Андар очень работает активно, но во втором периоде чуть-чуть сдает позиции. Видимо, функциональная готовность дает некоторые сбои. Ну, надеяться на это Захарова лучше не стоит, надо бороться самому. Да, тезка нашего известного тоже, да, борца, Николая Захарова Сахачи, именем которого проводится первенство нашей республики. Так, отдал ногу, но положение не самое критичное. Атакует Андар и близоконка. Двум баллом, да, взял два балла еще. 3-0 ведет борец из ТВ. Работает активно в партере. Ну, защищается здесь Захаров. Да, он кровит тоже несколько таких. Ссадин. Ну, первым номером все время работает Андар. Атакует, снова пытается за спину пройти сопернику. Но защитился хорошо Николай Захаров. Балл не дал, да? Балл. Или дал. Один балл все-таки есть. Один балл и счет 3-1. Все еще пока пользуют борца в красном. Еще раз напомним, что у нас уже два финалиста. Ну, один в малом финале. Данил Махначевский. Ну, и Лев Павлов за золото. Весе 57 килограммов. Сегодня вечерней части программы. Это финал у нас 19.00 начнутся. Не пропустите. Ну, и Николай Захаров тоже шанс. Шансы выйти у него еще будут. Время еще во втором периоде. Три минуты будет и 15 секунд. В этом периоде первым. Они стали, видимо, спортсмены нагнетать. Разрыв не самый большой. Два балла. Три-один. Схватку ведет борец из Тувы. Тувы. Да, ну, Николай Захаров тоже такой парень бросковый. Может показать, удивить соперника. Надеемся, что во втором периоде мы тоже что-то подобное увидим. Вот на трибунах мы видим совсем еще юных ребят. Наверное, спортсмены, может быть, с сыновьями, с внуками, да, подошли. Те ребята, которые должны в будущем бороться на таких турнирах. Но благодаря таким соревнованиям, таким масштабным турнирам, большое внимание уделяется развитию спорта и больной борьбы в частности. Самое главное, чтобы молодежь шла в спорту. И смотря на старших братьев, вот эти парнишки, ребятишки тоже захотят заниматься борьбой, тоже захотят выигрывать, получать любовь от болельщиков, да, аплодисментов, оваций. Кто не мечтает, да, Степан? Да, конечно. Какой юноша, какой мальчик, да. Итак, у нас уже минута 47. Да, и подзывает все-таки медика. Арбитр. Надо кровь, да, стереться? Парень, боец тоже, да, Николай Захаров. Очень спокойный, да, вообще эмоций не выражает. Следы, да, вчерашних и сегодняшних. Поединки непростые были у парня. Один вообще валидольный какой-то, но он тоже в концовке, по-моему, выиграл, да. Даже два броска, по-моему, сделал. Посмотрим. Николай Захаров из Намского Уса. Полторы минуты еще бороться. Ну, счет рабочий. 3-1 это. Да, конечно. Куда сложнее было даже предыдущий сход. Да, Данилу Махланчевскому. Он горел 0-4, потом 1-4 и вот этот четырехбальный бросок, по-черкбой. Снова, да? Да, да, а теперь данная помощь требуется борцу из красного угла, Лондару. Да, много работы сегодня у бригады медиков, да? Ну, будем надеяться, что серьезных таких не будет. Ну, вид спорта, да, такой жесткий, конечно. Больная борьба. Мужественный. Если не самый жесткий, да? Ну, один из... Трудный. Да, такой. Такой спорта. Технически очень сложный. Требует и атлетизма, и характер тоже должен быть у спортсмена обязательно. Ну, и... Хорошей головы, да. Мышление. Да, мышление. Должно быть на самом... Ну, Махланчевский, наверное, чисто за счет мышления и тактической грамотности выиграл, да? Схватку в предыдущем поединке. Да. Мало кто бы, наверное, мог поверить, что сейчас после счета 4-0 выиграет наш парень. Да, ну, в основном на трибунах, да, люди старшего возраста. В поколении, да. В поколении, да. Хотелось бы, конечно, чтобы молодежи было больше. Ну, вечером, наверное, скорее всего, молодежь потянется финалом. Пока спят, да? Да. 3-1. И работает, может, да. 45 секунд. Так, положение собоюдно от захвата. А время-то идет. Полминуты. Да, 25 секунд всего остается. Уходить нельзя. За ковер. Да, и все-таки еще усложил себе задачу. 3-4-1. Надо. Только бросок может тоже помочь. Да, последняя секунда и попытка броска. Рисковала, ну, а что делать-то? Да, все, и время. Да, еще два балла. Которая ничего не села. Так, ну, давайте тоже поздравим. Да, я бы сказал, который заслужил путевку в бронзовый финал. Да, и увидим мы его в малом финале весовой категории до 50-7 килограмма в вечерней программе. Так сказать, порадуемся за братьев-су-венцев, да? Да. Вот последняя попытка. Продолжение следует. А сейчас на ковре борца весовой категории до 86 килограммов. Карачаево-Черкесская республика Нуар Чагаров в красном трико и его соперник из Московской области Осман Османов. Все бросается. Да. А здесь у насescандрация,wnież есть проценты, potrzebatk nutzen, Cadbur, sper Company, которые путают на ду курс тов Johnson, и предigном клип wieder во впечат avow 채 из Москвы. К odc stomachаево-Черк επ྾ GTA, Ольга Чагарова receiving Old NC-19pur in сектором осады иography передocrати consultant, Бабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабимes. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а далее наш борец Владислав Макарцов против борца из Санкт-Петербурга Черима-Буздова. В общем, это схватка и следующая без участия кутских борцов. Продолжение следует... 5-0 уже в пользу Чагарова. Это утешительная схватка за выход в малый финал и первый период завершается с счетом 5-0. Продолжение следует... 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 Последняя минута схватки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо нашему режиссеру Радамиру Томскому за подсказки. Итак, следующая пара, тоже весовая категория 61 килограммов. Черим Буздов, Санкт-Петербург и Владислав Макарцов, Республика Сахая-Кутия. Воспитанник Чуропчинской школы борьбы. Тренируется под руководством Иннокентия Посельского и Альберта Макарова. Воспитанник Чуропчинской школы борьбы. Воспитанник Чуропчинской школы борьбы. Да, кстати, вот Петр Ксенофонтов, который ранее выиграл в категории 70 килограмм. Да, он родом из села Болтоно, Чуропчинской школы, откуда родом и наш лидер в категории до 70 килограммов. Нет, Капрунов, да, Константин Капрунов, безусловно, да, ну, такой интересный факт, скажем вам. Из одного села, да? Проходит ноги Буздов. Черим. Но защищается пока Макарцов. Тоже держит за ноги, поднимается Буздов. И два балла уже записывает на свой счет. 2-0. В Петербурге тоже много борцов. Есть и училище, да, по-моему, Олимпийского резерва, где культивируют этот вид спорта. Спортивные клубы. Из разных регионов тоже борцы тренируются и в Санкт-Петербурге. Да, еще одна попытка прохода в мозге. Успешная попытка. И встает Буздов. Нельзя отпускать сейчас ногу. Да, на заднем плане виден Станислав Азахаров, работавший, да, с молодежью сборной прежние годы. Сейчас Станислав Азахаров, ну, можно сказать, закончил тренерскую карьеру. И он с недавних пор назначен директором Чаровчинской школы, спортивной школы, да, знаменитой школы-интернат. Ну, я думаю, сейчас уже в роли, скажем так, руководителя, смотрит за схватками своего воспитанника. Более 80, если не ошибаюсь, насколько помню, да, там сейчас воспитанников именно в больной борьбе. А в целом почти, по-моему, под 400, да, учеников, да. Разные виды спорта, игровые, национальные виды. И, конечно, больная борьба. Снова такой стремительный проход в ноги от Буздова. Не может пока найти защиту от этих проходов. Уже третий подряд проход от Буздова в первом только периоде. И уже вскресный захват берет Буздов. И выигрывает чисто технически эту схватку 10-0. К сожалению, можно сказать. Ну, неплохой, да, парень из Санкт-Петербурга. Хорошую готовность показал. И уже в первом периоде разобрался со своим соперником 10-0. Проследим за ним и в других схватках. Наверняка еще встретится и с нашими борцами. Ну, посмотрим. Сейчас 61 килограмм. Следующая схватка между Николаем Щегловым из Московской области и дагестанским борцом Магомед Амином Бекбулатовым. Как раз с младшим братом известного борца Ильяса Бекбулатова. А потом уже через одну схватку уже будут борцы из нашей республики бороться. Видим, как быстро выиграл эту схватку Буздов. А вот он очень похож, кстати, на старшего брата. На Ильяса 61. Да, заметно по тросу, я помню его, да. Является, кстати, победителем юношеских европейских игр. Ну, посмотрим, чему ему его брат научил. Кумыки, да, насколько я знаю. Да, из Каякента. Из Каякента, да. Это народность Кумыки. Это тюркские народы тоже, которые в Дагестане. Ну, в Дагестане очень много народностей тоже проживает, много народов. Тот же Нариман Исрапилов тоже является. Да, тоже один из ярких борцов своего поколения. Технари из Каякента была такая статья. Да, действительно. Тут же Нариман Исрапилов и Ильяс Бигбола тогда. Да, очень яркую борьбу показывали, да. Вот показывали, я смотрел, ну, такой репортаж нашего коллеги, да. Из Брестдарк. Арипа Ибрагимова. Да, Арипа Ибрагимова, который он показывал зал, где тренировались и Ильяс, и Нариман, да. Очень такой скромный зал и большое селение. И вот такие большие мастера вышли. Насколько я знаю, Нариман сейчас, по-моему, тоже директор ДЮСШа или училища? ДЮСШа, по-моему, да. То есть оба спортсмена. Показался сейчас Бигбола, акробатические. Парти, держи. Да, и сразу же сработало 6-0. Да, ну, на 61 килограмм выглядеть очень мощно, да? Да. Ну, и его старший брат тоже, да, такой физически очень мощный парень, что позволяет ему вот как раз, и он и техничный, и мощный, да, вот, что позволяет ему быть одним из лучших борцов тоже в своей поколении. Еще раз скажем. И напомним, что чемпионат, взрослый чемпионат этого года пройдет в Дагестане, в солнечном Каспийске. В середине июня побережье Каспийского моря. Да, хотелось бы... Любителям вольной борьбы тоже посоветуем запланировать выезд на отдых. Дагестан, вкусная кухня, гостеприимный народ. Да. Очень... Мы были со Степаном на чемпионате России 2015 года, когда вот Виктор Лебедев в пенале победил Исмаила Мусукаева. Там великолепный дворец спорта имени Алиева. Тем временем, да, на ковре «Б» состоялась интересная схватка со счетом 2-1. Победил Магомед Байтукаев, Мишинимаева. Равная борьба, я бы сказал, да? Равная борьба двух лидеров категории. Вот бросок. Вперед. Так, дорогие друзья, давайте сменим ковер на центральный. Здесь, ну, по всей видимости, да, Магомед Амин. Да, выиграет. Булатов выиграет схватку, и мы переносимся на ковер «Б», где синего угла выйдет Иннокентий Бабаранов против борца из Кемерово, Ростислава Королева. Иннокентий Бабаранов является, да, ну, тоже победителем Первенской Республики и Дальнего Востока, родом из Нюрбинского района. Да, вот команда Кемерово первая прибыла в Якутск. И две недели, если не больше, они готовились к первенству здесь вместе с нашей командой в Центре спортивной подготовки «Триумф». Так что вместе занимались и наверняка стояли уже в парах и «Королев» с Бабарановым. Проход в ноги от нашего борца. Сейчас надо продолжить эту атаку, завести до логического конца. Повесовая категория до 70 килограммов, напомню. Нет, не получилось все-таки заработать здесь бал. Бабарановым. 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 да королев проходит ноги зарабатывает первые два балла и попытка скрестного захвата получается еще два балла так 4 0 у нас 40 до последняя минута первого периода абдусалам гадисов на заднем плане во всеми схватками он до вчера осмотрел с утра до вечера он собирает команду да он ответственен за результат пример прямая обязанность до рассматривать всех спортсменов и в общем-то очень ответственно относится к своим обязанностям молодой тренер чемпион мира двукратный сражай даду братью чемпион мира тоже многократный чемпион европы его короны прием мельница захватом головы это что-то из разряда классика борьбы да уже можно сказать да в свое время один из самых тоже из лучших борцов мира так совсем немного остается до 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 выхода на ковер а наших других борцов на ковре а через одну схватку выйдет виктор яковлев против аббатраза бароева а затем и наш артем слепцов а против айдемира щеголугова да здесь еще два балла а берет королев из кемерово и в опасном положении до бабаранов 60 королева переворот накатом 80 и 10 срочная победа борца из кемерово тоже регион который очень активно развивается в которой очень активно развивается вольная борьба и не только вольная борьба а в целом да я слышал я слышал коллег которые ездили на дети азии кемерово вообще там шикарные условия созданы для развития спорта и именно детского спорта и зимние виды да и летние до видели мы трансляции следовых до дворцов хоккей другие соревнования и лыжные гонки действительно условия хорошие и что дает свои плоды и так а на ковре выходит еще один борец из республики алексей вензель а против георгия аксарина из воронежа тоже весовой категории до 70 килограммов ну а чуть попозже мы перейдем на ковер а где будут продолжены поединки весовой категории до 61 килограмма да еще через некоторое время и роман николаев свою вторую схватку проведет весит до семидесяти девяти килограммов но это уже на ковре цена постараемся не пропустить да не одну схватку но может быть так что параллельно будут два наши борца бороться придется выбирать евгений аронов выйдет 92 килограмма чем интересный был встречи алексей вензель воспитанник усть алданской школы вольной борьбы достаточно борцовская фамилия до в республике много смартфонов есть он тоже даже не только борцов да и спортивная да ну алексей родом из села сардонов не конского района родами сна полюса холода можно сказать но он занимается до вольной борьбой фото хвостом ивана сливцева который до секундирует его углу ну активно работает и зарабатывать попала 22 счет сравнивает счет и до настроен очень хорошо сразу же идет центр ковра готов продолжить атаки заряжен до заряжен действительно так это срыв поэтому без оценки до много известных тренеров специалистов борьбы на трибунах что любители борьбы очень многих узнают видят свои знакомых да так здесь что один балладой нет а балла алексей вензелю кстати здесь вышел до за ковер видимо да да сарин а 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 3 2 остается нет на борцы уходят на перерыв вот первый проход его соперника начинал первым атаки но уже последствия инициатива полностью на стороне алексей вензеля ведет небольшим отрывом но датича чутки первым заступил за ковер именно аксарин алексей сейчас надо продолжать в том же ключе самому искать счастье в атаке а а а а да чуть больше меньше двух минут остается равная схватка проход в обе ноги от аксарина защищается здорово сейчас вензель это было опасно и попытка можно сейчас за спину на будет работать ну да к сожалению через через за ковер все-таки заступает и 33 впереди уже борец низко красного угла со свистком бросается вензель будет сейчас активно работать вензель трибуны тоже призывают его на минута остается вензелю надо осторожнее и лучше чувствовать да именно рабочую зону ковра до там в принципе для него то опасной ситуации не было работал да мне кажется здесь есть судья иногда такое бывает что дает работать да потому что с работой с рабочей зоны начинают борьбу атаку да здесь что-то очень строго отнеслись но 35 секунд еще есть перейти за спину сейчас надо ну ладно что за ковер не заступить и два балла зарабатывает так а там лучше не стоит да лучше не там больше исток до 53 ведет алексей да близ закон к победе 16 секунд всего остается и чуть собраннее надо бороться алексей так как по истечении данной схватки мы перейдем на ковер сразу а где началась тоже интересная схватка виктора яковлев а наш борец якутский против батраза бароева из санкт-петербурга здесь что-то пауза немного затягивается что такое челлендж и бросили до сторона синего угла или что нет все таки расхватка продолжается 15 секунд выстоять надо алексею они пятится назад да и опасно остается вытерпеть 43 о нет все таки да там было успел до коленом за к сожалению начались я думаю будет обязательно и нам наверное придется посмотреть повтор но алексею вензелю на лучше надо было конечно один балл отдачи чем 2 до о чем я говорил надо собране бороться там если время да смотрим что все таки решат до арбитра затем уже перейдем на ковер а довольно долго обсуждение идет дело конечно во времени спел или нет на ковре а пока по моему счет не открыт да так нам а подсказывает как нам а подсказывает виктор аяковлев пока проигрывается счетом 0 1 главный судья соревнований в пиджаке вот на переднем плане магомед куракаев алексей базулин тоже судья олимпийской категории секретцов да наш николай николаев так в классе в в в в в в в Так долго принимают решения. Сейчас узнаем имя. Победитель от схватки, потому что там время уже стекло. Остается лишь. В принципе, мы можем, наверное, перейти, а озвучить, что выиграть. В общем-то, наверное, лучше посмотреть борьбу, чем вот это все. Да, ковер А. 0-1 пока Виктор Яковлев уступает, но счет скользкий. Две с половиной минуты. Варенье предостаточно. Яковлев тоже, по-моему, воспитанник, да? Сунтарской школы. Нет, я думал, перепутал с другим. Виктором Яковлевым тоже. Птеской. Ну, судя по... Секундантом Виктор Яковлева в его углу стоит там заслуженный тренер Василий Петрович Уваров. Один балл Яковлеву за пассивную борьбу Бароева. 1-1 счет. И минута 40 Барбурца. После этой схватки нас, да, ожидает тоже очень интересная борьба. Артем Слепшон. И победитель Паруши, Галугов, Сульчимов. Как я понимаю. Тоже 1-16 финала будет схватка. Да, небольшая информация. На ковре Б, где боролся Алексей Вензель, победу пересудили его сопернику из красного угла. Георгию Аксарину из Воронежа. Проиграли в челлендж. И здесь последняя минута, да. Да. 30 секунд остается. Выигрывает нас, я так понял, да? Ну, здесь с обеих сторон не было ни одного технического действия. А у Бабала спортсмены заработали за счет пассивной... Это подтверждение, да? Да. Да. Двухая защита. Отчаянные попытки. Ну, главное здесь не убегать. Вперед. Да, и выигрывает эту схватку Яковлев. Но... Челлендж. С угла Батраза Барроева, Санкт-Петербург. Виктор Яковлев будет ждать объявления судей. Но мы после этой схватки с терпением будем ждать выступления лидера в этой весовой категории сборной республики Саха-Якутия Артема Слепцова. Ну, просят они балл в связи с пассивной борьбой, я так понимаю. Да, вот, что уходил. Нет, но он не вышел за кавер, он уклонялся от борьбы. В этом смысл челленджа. Не знаю, здесь... Разберутся арбитры. Челлендж проигран. Следующую стадию соревнований проходит наш борец сборной республики Виктор Яковлев. Ну и ждем следующий поединок весовой категории до 61 килограмма.